Добрый день, дорогие друзья. Сегодня снова с вами Вальдемарко. Ребятки, что у меня в саде? Правильно, телевизор. Это, ребята, я так говорю, что телевизор. Это монитор, так скажем. Видите, такой здоровый, да весь мой рост. Я говорю, что я уже вам говорил, что телевизоры не смотрю. Это у меня все связано с интернетом. И поэтому такой вот хороший телевизор, я называю телевизором, это монитор, так скажем. Все это для интернета. Все видео, все фильмы, кино и новости, я все смотрю через интернет. Но это все равно считается, что телевизор. Поэтому я так, ребята, его и называю. Вот такой он здоровый. Я специально лег, чтобы вам показать, какой он большой. И вот сейчас я его буду... Так, если не будет, ребята, никакого обзора, просто я его сейчас вытащу отсюда, подключу, и на этом будет все. Я вам просто показал, что телевизор все-таки у нас уже есть. Мы его приобрели. То есть, Рихард не стал выписывать. Мы купили в медиамарте. Сегодня поехали в магазин. Вот оказал, Рихард заказал там термин, встречу назначил. И заказал там, и мы приехали и забрали его. Где-то 750 евро стоит. 750 евро стоит. Очень много там всяких причиндалов. Что можем в нем делать, ребята, я все еще про это не знаю. Мое дело, его сейчас просто подключить, чтобы он был подключен у меня, значит, к компьютеру. И чтобы я мог сдалека хорошо читать. Чтобы мне не подходить поближе. Потому что этот, который стоит, сейчас у нас вообще уже старенький, такой маленький. И даже там цвета тусклые. Вот. Ну, надеемся, что этот будет, значит, более-менее, наверное, какой-то хороший. Тут мне даже Рихард сказал, что туда, может, через телефон, будет тоже как-то все сделать, писать через телефон можно будет. Он мне все потом объяснит. Потому что я в этом, то есть, не шарю. Как я говорю, я чайник. Или, как Рихард говорит, нет, папа, ты не чайник, ты самовар. Поэтому, ребятки, это не обзор. Это просто, я вам показал, что телевизор мы приобрели. Сейчас я его поставлю, подключу. Дай бог, еще мне получится. Я вам тоже потом покажу еще. Хотя, в принципе, можно обдергаться будет. Вот, как-то так вот, наверное. Да, Иван, ну, пора вставать, нечего валяться, да? А, ребята, в принципе, вот, как бы с этой короной бы не было, да, ну, в магазинах все равно работает. Вот дело в том, что, как я сказал, что там, не поторгуете, да? Вот, если у него такая цена, вот такую за такую цену и купили. А, по идее, можно было бы поторговаться. Я, в основном, хоть пятьдесятчик, кто бы скинул бы я за его. Не? За то, что я сам его забрал. Все, ребятки, значит, до следующего подключения. Все, когда мы уже его поставим, сейчас с вами идти на ванну, будем тут крутить-вертеть. Потому что Рихарду некогда, у него ночная смена. Большое ему спасибо, что он все-таки поехал. Там он сейчас живет, от него недалеко этот магазинчик, поэтому мы там с ним прямо встретились на парковке. И все, все дела, короче. Все, все мы можем. Можем мы теперь смотреть, не буду говорить, чего. Все, ребятки, до следующего включения, да? Все, можно показать, да? Вот, какой он такой, вот, шестьдесят пять соль у него. Такой большой будет. Что это все это обозначает, ребята, я не знаю. Просто я могу здесь пройтись, да? Вот ее закрываю здесь. Видите, он 4К здесь, он что-то такое, вот, ХДР. Я не знаю, ребята, что это обозначает. Пишите в комментариях, вы специалисты. Видите, вот так что-то подключать можно. Короче, ребята, все это будет потом, когда Рихар не объяснит, я вам, возможно, расскажу. Вот такой картон, знаешь, здоровый, да? Сейчас мы его глубину. Тут вот, видите, все здесь нарисовано. Для тех, кто не понимает. Ага. Вот такой здоровый я, зеверный. У меня тумбочка. Видите, вот такой телевизор, который мы, принесли были сверху, кто-то стоял там в свободной комнате, так скажем. Видите, он такой вот маленький. И цвета там уже такие плохие. И звук какой-то такой мне уже не нравится. Ну, вместо него сейчас поставим другой и посмотрим, как оно будет работать. Как-то так вот, ребята. Еще раз повторюсь, это не для телевизора, это для того, для компьютера, то есть для интернета. Сейчас поставим его сюда, его с мультивной ванной. Надеемся. Если что, Васька поможет. Не, Валя? Точно. Без Васьки не обойдемся. Это точно. Все, ребятки, установили мы наш телевизор. Видите, какой он большой. Сейчас я вам вставлю тот маленький, который стоял, да? Для сравнения. Видите, это какой маленький, да? А этот намного уже отличный. Вот издалека можно сидеть и все читать. Исключительно. Я, конечно, его еще не настраивал, потому что я кое-как-то наладил, чтобы у меня интернет работал. А все остальные настройки, там Рихард приедет, сделает. Там можно все, там по голосу можешь говорить, там канал будет переключаться и так далее, и так далее. Короче, потом, как Рихард мне объяснит, как все работает, ребятки. Возможно, я вам тоже потом сниму и покажу это, да? Ну, а сейчас мы будем примерять обновки. Там Валентина Ивановна в Мальдемарке там обновки полокупила. Будем снимать обновку. Ребятки, такая обновочка. Валентина Ивановна мне тут футболочку. Выписала штанцы такие. Будто они где-то валялись, хрызай, где. А ребята, они такие брызги были. Мятые были, в заднице были. Честное слово. Валентина Ивановна еще погладила. Это, боя, что так скомканные, да, были в посылке лежали? Прям скомканные. Это бы так интересно, как-то... Это штанина в штанине была, так вот, как трубочка, да, как пружина. Это все такое смятое было. Это и раньше такая мода была в Альбомбурге, что варенки же были, они такие были мятые, не? Ну, если бы это варенки были, ты бы их не погладил бы. Это очень сырое. И там еще курточка где-то была у меня, да? Где-то была. Я даже покажу вам курточку, я ей сказал, что не надо гладить, она тоже вся мятая. Как они людям посылают? Ребята, это не значит, что сейчас скажут, о, я дымаю опять Германию хай. Ребята, я ничего не хаю. Вы просто видите, она вся помятая. Или этой посылкой, может быть, уже 20 человек перемирили. Помирили, валяло-попало там. Вот такая вот курточка будет. Короче, ребята, вот эта вот снимается. Видите, как тут белая такая полоска? Тут еще второй замочек есть. Она вместе с капюшоном все это снимается. Видите, тут капюшончик такой есть. Это белая палахан, но он снимается. Я считаю, что это барахло. Потому что смотрите, ребята, один замочек, тут надо еще второй застегивать. Короче, если хотите быстро в туалет, короче, ребята, не снимите так быстро. Потому что карман тут есть хорошо. Крупные карманы, Иванова. А пока вы есть, тоже есть как раз для телефончика. Тоже глубокий. Тут нету. Ребята, мы это, конечно, можем еще обратно отослать. Вы напишите в комментариях, как это все это смотрится. Такая вот. Рукава, вот видите, как раньше у нас в школе были эти. Трико спортивное, но она толстая, Валя здесь. Она так быстро не протрется. Вот такой вот. Прикидывай. Еще кепку блатную надо, да, Валя? Еще кепку блатную надо. Еще придет вторая курточка и это же обувь спортивная. Ребята, я вас снимаю для того, чтобы вы оценили, брать нам это или не брать. Время еще есть отсылать, да? Конечно. 70 дней, по-моему, да. Ребята, пишите в комментариях, как вам эта курточка. Как вам нравится, Валь, Демарка? Нет, курточка так и нравится. Ну, я и говорю, на тебе. Надо еще стоимость нас заказать примерно, чтобы люди оценили. Курточка где-то 120 евро. Сколько? 120 евро. Ни хера себе. Такое барахло. Ребята, пишите в комментариях. Вы бы отдали бы 120 евро на такое барахло. То, что это написано, мне это ничего не дает. Тебе не дает, не дает. Она меня не греет. Надпись эта херня все, ерунда это все. Маркин, квалитет. Ну, значит, какой квалитет-то? Посмотрите, как раз может все. Ребята, оценят. Марка написала, значит, все не начали. Да, крутой парень на деревне. А в деревне один дом. Не знаю, сейчас она была бы за 30 евро, Иван Ивановна, я бы даже и не разговаривал бы. Она как раз смотрится, будто как старая, где-то выцвела. Ну, сейчас модерн такой. Мода такая. Да. Как штаны такие делает, как будто, знаешь, уже как будто бы... А я понял, старичок, тоже уже такой весь потрепанный, потрепанный. И на нем должна быть соответствует такая же и одежка. Вся потрепанная. И без носков, и в тапочках древних. Нормально, Валя, подходит, да? Тапочки не сняла? Супер. Тапочки не сняла? Отлично. Не знаю, ребятка. Ну, вторая курточка, может, тебе больше понравится. Ну, правда, такой же самый дизайн же, да? Нет, другой. Не два замка. Один замок. Ну, это как капуста. И без надписи, знаешь, это. Как такой, как у тебя зеленый, вот, о который ты ходишь, только темно-синий я взяла. А джинсовый, да? Такой, что-то наподобие. Нет, нет. Джинсовый делал здоровое родное. Ну, ребята, пишите комментарии. Ну, брюки я по-любому оставлю. Сколько стоит, смотри. Вот, ты что помнишь, я столько выписала, ты думаешь, о цене помню? Ну, примерно, хоть так на глазок кто? Ну, 70, наверное. 70? Да. Ну, это все же фирма КМ-9. Да нахер мне эта фирма нужна? Мне кажется, они там тяжелые были. Футболка, сама футболка уже 28-ую расходит. А, ребята, футболка я вам еще не покажал, да? В принципе, это, ой, как выскажут, заучки с расстег. Я говорю, вы с чем-то хочешь сделать? Одну, вторую. Зато ребята быстро пиджак с вас не снимут. Это точно. Ну, карманы, один карман, штуканье вниз. Вот такая вот футболочка. Ребята, не обращайте внимания. Праздника хочу. Как он выходил? Вот так, в халате выходил там. Вот так, наверное, вот так, головой так. Вот так. Праздника хочу. Шукшина, да, была? Да, калина красная. Да, да. Ну, что, ребята, вот и все, ребятки. А больше ничего не сдавали? Нет, остальное во второй посылке придет. Я же говорю, в течение двух дней уже здесь посылка была. Я бы вторник только выписала. Да, ты что? Да. А ты куда меня вообще собираешь? Это хочется, если мы до Вики поедем, что ли? Ну, вообще, я просто тебе обновить решила. Покажи Василию. Вася, ты что скажешь? Друг. Вася. Будем брать эту херню или не будем, Вася? Тебе как? Нет, дальше не будем. Дерется? Не нравится? Ты не дергай такую херню, лучше сделала. Кроши! Вася тоже боль не оценивает. Нет, я же грунт. В принципе, я еще бы был бы дешевкой. Я хочу, чтобы футболка стоит столько, сколько я дал бы за штаны. Не, ну, штаны более-менее пойдут. За моего пуза нормалек. И они мягкие. Да. Как скажете? Все, ребята, пишите в комментариях. Ну, вот здесь, не знаю, тут белый цвет такой, да? Ну, значит, вторую посмотришь куточку, Володя. Я смотрела, смотрела, какие... Да, ладно, все, и свалят на пуговицах и на замочках. Угу. По-моему. Да-да. Капюшон на пуговичках, а там просто и замочки. Все, ребята, пишите в комментариях, как вам нравится. Собирает Лешка. А тут, что ты? Ну, я сейчас так не вижу, уже близко. Она на мне одета. Это херня какая-то. Ха-ха-ха-ха-ха. Какой же, ребята, у Анатолий Ивановна всегда проблема, когда мне что-то умеет выписывать. Она говорит, что-нибудь для чего-нибудь покупать, когда... Наша принцесса. Да. Она на меня так говорит. А когда потом у МТТ надо, я говорю, ничего нету одевать. Хе-хе-хе. Она говорит, я тебе столько же самое выписывал, тебе все не нравится. Да? Кинал. Васька, что скажешь? Джигит. Все, ребята, пока. До следующей встречи. Видео будет просто такое короткое. Просто я хотел похвастаться. Да, Васька, похвастаться. Телевизор, видите, такой здоровый. Смотрел свой прямой эфир с рыбалки. Когда я на речке был в том году рыбачил, я снимал там, делал прямой эфир. Вот сейчас просто звук отключил. Видите, у меня уже тут лето. А лето, ах ты лето. Все, ребятки, всем большое спасибо. Ставим лайки, балалайки. Пишите в комментариях. Я уже 10 раз, наверное, сказал. Пишите в комментариях, ребята. Как вам это все это. Короче, это она сказала 70. Это 130. 120, не добавляй. Ага. 120. Уже 200. И футболка. 27. Вот, уже 200. Ё-моё. Каська, 250 евро на такое барахло. На 400 еще придет. Еще на 400 придет. Я надеюсь, там мешковине будет, которое мне нравится. Все, ребятки, на этом будет все. Я подсчет, быстренько, видео сделаю. Сегодня пока с этим телевизором. Ага, пока поехали, привезли его. Подмолек с Владимиром Ивановым тут тыкали, тыкали. Пока натыкали. Все, первое, работает он. Но кое-чего мне еще много не нравится. Лучше настройки надо еще. Ребятам нужно настраивать его. Ну, это на выходные или крутые едет. Или все настроят, и все будет отлично. Конечно, я мог бы и сам настроить. Но это столько времени уходит, да? Читать, тыкать, мыкать. А так, когда я ходил и приеду, он цак-цак быстро делает. Если что-то непонятно, в интернете посмотрим. Цак-цак, молодежь, они грамотнее. А я, наверное, ленивый просто. Да, Валя? Ага. Что написано, Валя? Кэм Дэвид. А вот только ради этого можно столь не катать, да? Угу. А что? А что, наверное, крутой будет смотреться, да? А если бы сюда вот мне... Это что было снять, где надо было? Капюшон? Без капюшона как было бы? Крутяк был бы, наверное. А ребята, как вы думаете? Давайте. Без этой херни. Цак. В целом, мам, мы еще не заблудили? Нет, конечно. Поэтому, может, тут маленькие и самые. Если ребята скажут, что хорошее, бери, Вальдемар, бери. Думает, Меша, да? Ну, что люди скажут, что хорошее. Что-то, что-то нет. Деньги давали не главное. Что, я здраво? Жарится же, жарится. Включил, включил. Я кинул в этот. Бал, Валя, на этого. Наклеил клавиатуру. Отключить клавиатуру-ка. Да, что надо, без звук сбавить надо. Во. Я с кем-то там разговаривал про мясо. Ну, рекламу вам еще покажу, ребята, халявную. Так мне кажется, более-менее нормально. Мне кажется, без капюшона тоже лучше. Без капюшона лучше, да, Валя? Без капюшона лучше. Ребят, лучше, да, по-моему, без капюшона? Ну, чуть-чуть замучай повыше. Чуть-чуть только сделай. Само? Вот, зо. Без капюшона лучше, да, без капюшона лучше. Ну, как, ребятки, так вот, да, без капюшона, как вам? Мне кажется, она лучше возьмать. Я пришел просто, наверное, если, не знаю, на осень. Ну, как осеннее, Валя, да. Она не шипотает толстая, да. Так вот, так, более-менее. Мне уже так нравится, вот тут кожа что есть. Глядишь уже. Уже на 130 потянет уже. Ха-ха. Не? Нет, более-менее. Ну, как люди напишут. И как ты сам себя чувствуешь. Будешь себя волю чувствовать. Что тебе она нравится. Ты себе вот... Без капюшона лучше. Всё, ребятки, на этом будет всё. Пока.